Приветствую, друзья! На библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Правда, что мысль материальна и полностью выстраивает личное будущее. Позиция вполне языческая. И предположение, будто наше часто бредовое состояние помыслов как раз является мостовой, по которой надлежит нам впоследствии шагать, бесконечно наивно. Прежде всего, в ее основе лежит глубокое неверие в Бога, промыслителя, Бога-вседержителя, как будто от твоих собственных соображений, как из какой-то кисти демиурга выходящая ахинея формирует окружающую нас действительность. Очень многие люди страдают, например, из-за того, какие плохие образы, мысли, дурные слова пришли в их голову, и они ужасаются. Теперь так и будет, как будто не Господь правит миром, а вот это самое внутреннее гноение дурных помыслов определяет то, чему быть и чему не миновать. Не столько смешно, сколько стыдно оставаться в таких соображениях. Конечно же, не столько случайные слова, мысли, образы формируют будущее, сколько наша воля, которая, конечно же, облачается иногда и в помыслы, а след за помыслами и в дела. Это совсем другое дело. Не то беда, что ты о чем-то подумал, а то беда, если ты к чему-то дурному имеешь произволение. Вот тут-то навстречу худым расположениям и мысли легкие, и рифмы легкие навстречу им бегут. Александр Сергеевич сказал так о своем поэтическом даре, когда снисходит на него вдохновение, как, оказывается, легко управляться с его прислужницей, странной рифмой. Мало того, сами рифмы легкие навстречу этому вдохновению бегут и формируется произведение. А в жизни человека мысли бегут навстречу воле. И если воля зла, если она склоняется к греху, тогда и эти самые прислужники, помыслы, оказываются не без вражьей демонической помощи, такими бурными живописцами, которые представляют и формы исполнения греховного замысла, будь то гнев, будь то похоть, будь то жадность, и сладостные плоды исполнения своего греховного пожелания. То-то будет хорошо, то-то станет весело. И таким образом зараженная грехом душа от помыслов приходит к исполнению, а от исполнения, по слову апостола, совершенный грех рождает смерть, уже отступление от Бога и богооставленность, богооставленность, добровольную богооставленность, которая выбрана человеком, но не самим Богом, желающим всем спасения. Поэтому не будем ужасаться дурным, порочным, греховным, самым неестественным и богохульным помыслом, которые забредают в голову, если воля наша с нами, воля направлена к добру, и она склонна отсекать, по-современному сказать, игнорировать то худое, что не может, к сожалению, не вторгаться в наше умное пространство, в нашу мысль, то нет ей ни вреда никакого, ни тем более угрозы осуществления всякой билиберды из-за того, что она пришла в голову и каким-то образом оказалась там, в нашей мечтательной области, сформулированной. Будем бояться худого произволения, будем бояться принятия худых расположений для того, чтобы, облекая их в добровольную паутину враждебных для спасения нашего, недобрых, греховных помыслов, не перейти вслед за этим к их осуществлению, ибо сотворенный грех рождает смерть, и в нем лежит самое величайшее и, собственно, единственное на свете зло. Иоанн Златоуст говорит, не красота или неблагообразие, не старость или молодость, не богатство или бедность является такими антиномиями, но подлинное зло есть только грех. Так вот, надлежит нам не беспорядочных мыслей своих бояться, которые мы призваны отсекать, вместо которых призвано насаждать в сердце непрестанное возношение ума и наших чувств к Богу, что называется молитвой. И непрестанной молитвой, а мы с вами, христиане, все, а не только монахи, имеем призыв Господень к непрестанной молитве. И апостол именно нам, каждому из нас, читателей, слушателей, зрителей, обращает слово. Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. И это как раз есть действование, делание, противоположное рефлексии, наваждению дурных помыслов, которые, замешанные на злой воле человека, дают ядовитые последствия для всего человека. Так что не случайных оговорок внутренних или даже внешних будем бояться, а следить за тем, чтобы не склонилось сердце к чему недоброму, к греху, ибо в этом есть подлинная опасность для человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.